Эти животные были брошены своими хозяевами на произвол судьбы. Многие нуждались в ветеринарной помощи, некоторые искалечены жестоким обращением. Угод за такими питомцами непросто, ведь вернуть собакам и кошкам здоровье, а главное доверие к людям, порой бывает очень сложно. В течение трех лет неравнодушные ленинск-кузничане заботятся о братьях наших меньших, оставленных в трудной ситуации. Мы собираем очень много корма, привлекаем очень много людей, и взрослое население, и школьников. И вот в этом году у нас участниками были ребятишки из 22-го детского садика, совсем маленькие, 5-4-летние, каждый корм приносит, говорят, это собачки. Это еще и как воспитательная акция для ребятишек, потому что мы учим их добру, учим их состраданию, сопереживанию, учим с самого раннего детства заботиться о тех, кого мы приручили, о кошечках, о собачках. Именно поэтому, если в дальнейшем будет в городе меньше бездомных кошек и собак, это будет самая большая награда. В акции приняли участие коллектив и воспитанники 22-го детского сада, школьники и родители школы номер 8, 19, 20 и 12-й гимназии, а также спортсмены групп отделений фигурного катания спортивной школы. В очередной раз не остался в стороне коллектив группы скандинавской ходьбы «Вдохновение». Благодаря всем активистам и неравнодушным жителям города за месяц удалось собрать рекордное количество корма – 325 килограммов. Мы помогаем животным, это наши друзья меньшие, и нельзя их бросать в беде. Я принесла корм 13 килограмм, чтобы животные могли поесть. Я уже участвую три года в этой акции, в этом году тоже приносил корм. Впрочем, большинству этих собак, наверное, хотелось бы большего – своего человека и собственный дом. Время от времени отсюда, конечно, отправляются в добрые руки. Желающих все еще достаточно. И пусть многие не могут похвалиться родословной, зато имеют массу достоинств, отличающих надежного друга. Некоторые животные добрые, милые, всегда рады тебя встретить. Хотелось бы, чтобы все животные обрели свой дом, чтобы они были счастливы. Не так, чтобы ходили, пугались людей или наоборот, залились на них. Помочь животным никогда не поздно. Новый этап акции «Добрый друг» в Ледовом дворце Ленинска-Кузнецкого стартует уже весной. Призываю всех ленинск-кузнечан и всех кузбассовцев принять участие в этой акции. Анна Ашуркова, Василий Обухов, Ленинск ТВ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова